Вспомните эту схему. При разработке меню у меня будет модуль меню, который отвечает за логику наполнения и контракты. И у меня будет много модулей, которые будут наполнять этот сервис. При разработке подобной логики я имею ряд трудностей с проверкой того, что было написано. Во-первых, мне нужно уместить видео в 10-15 минут, значит мне нужно иметь код, который можно коммитить и не удалять в конце урока. Во-вторых, мне нужно быть уверенным, что то, что я отправлю это рабочий код, а не добавлять исправления потом в следующих видео. И в конце концов мне нужно разработать несколько классов, а я слишком ленивый, чтобы держать их логику у себя в голове. Проще проработать первый класс и перейти к следующему, когда первый будет готов. Под эти все требования мне подходят юнит-тесты. Более того, тесты подходят под разработку функционала, под удобной архитектуры на любом проекте. Но это тема отдельного видео. Давайте уже приступим к делу. Отправляемся в Google, находим документацию NestJS Unit Tests и там находим вот такую вот строчку. Добавляем к нам в проект, он устанавливается. Можем запустить компиляцию, чтобы отлавливать ошибки на этапе компиляции. И теперь мы готовы к разработке. В серии нескольких видео я покажу, как разработать этот функционал по Test Driven Development подходу TDD. Но мне нужно быть немного шизофреником, чтобы густеть краски. С этого момента я буду Максимом Техлидом. И я готовлю задачу для Максима разработчика уровня Junior Middle. Как Техлид мне нужно выразить мои хотелки в нескольких контрактах и базовых тестах. Приступим. Наш функционал будет расширен несколькими модулями. Код подобной архитектуры я предпочитаю выделять в отдельную папку. Отправимся в модуль меню. И создадим тут папку Menus. По примеру, как это делается для контроллеров, просто меню во множественном числе. Так будет папочка называться. Любой модуль сможет добавить себе такую папочку и там разместить логику по расширению этого функционала. В этой папочке добавим меню Service TypeScript File. Тут разместим обычный Injectable Service. Отправимся в админ меню, чтобы его туда зарегистрировать. Для этого тут нужно указать Providers. И в массив добавить наш новый сервис. Идея достаточно проста. Все желающие будут внедрять вот этот модуль к себе. Далее подключать этот сервис в конструктор. И докидывать сюда необходимые конфигурации. То есть наш сервис должен обладать методами для расширения. И не только расширения, но и переопределения, либо удаления старых конфигураций. Чтобы игра была прозрачной, нам для этого необходимо определить контракты, как мы будем расширять эту конфигурацию. Для этого добавим модельку с интерфейсом меню. Тут нам подойдет полная копия от респонса. Я его беру, копирую и называю меню нод. Кроме этого набора свойств, нам понадобятся еще признаки, с помощью которых мы сможем восстанавливать дерево меню. Для этого нам понадобится как минимум айдишник ноды, чтобы мы могли как минимум ее изменять, либо добавлять, либо понимать с кем она связана. Далее Parent ID, чтобы понимать какой родитель нам необходим, чтобы присоединить эту ноду и куда. И необходимо еще иметь параметр сортировки. Этот параметр необходим для того, чтобы мы могли отсортировать наш узел по отношению к остальным узлам, которые были накиданы хаотично с разных модулей. Я не хочу зависеть от очередности сборки. Я хочу свой пункт меню разместить в самый конец. Для этого я и определю соответствующее значение параметра сортировки. Также, как вы понимаете, если это древовидное меню, то у дерева есть корневой узел. И для этого нам необходимо обозвать его каким-то образом. Мы с него будем начинать сборку нашего дерева. Для этого я заэкспорчу некоторую константу. В моем случае это будет банально root. Мы можем прям более сложно назвать с подчеркиваниями, с крестиками, чтобы это было максимально уникально. Но я не вижу в этом смысла. Достаточно оставить root. Теперь необходимо отправиться в меню сервис, чтобы описать, что нужно реализовать в будущей задаче. Первый контрактный метод, который нам необходим, это getMenu. Этот метод будет возвращать уже собранное дерево меню. Давайте добавим описание над этим методом, чтобы было понятно будущему Максиму-разработчику, как это сделать. Таким коротким описанием я смог передать некоторые знания будущему разработчику. Первое. Нам нужно получить древовидное меню. Это описание метода. Далее какие-то критерии. Если меню не будет найдено, то вернется пустой массив, а не будет выкинуто исключение, либо что-то еще. Далее все меню строится от корня. Мы уже определили константу для корня. Далее листовые узлы обязаны иметь ссылку или будут удалены. То есть если мы не передали параметр href, то в этом случае узел должен быть удален из выборки, если у него нет детей. Ветки не могут иметь ссылку, она будет очищена. То есть мы удаляем просто ссылку, но при этом не удаляем сам узел. Чтобы случайно на фронтенде веточный узел не отрисовался как ссылка. Разумеется, чтобы меню не было пустым, нам необходим метод для того, чтобы мы могли добавить новые пункты меню. Для этого создадим метод add и опишем его таким же образом. Метод add тоже достаточно простой. Он принимает любое количество параметров типа данных меню нод. Даже ноль параметров. Он должен работать адекватно. Суть этого метода в том, чтобы добавить конфигурацию одного узла. Или нескольких узлов. Дочерние узлы, если вдруг они переданы в конфигурации, они обязательно должны быть связаны с тем конфигом, внутри которого они пришли. А их параметр parent id должен быть проигнорирован в этом случае. Это для того, чтобы избавиться от двоечтения. Лучше задать определенное правило. Может быть кому-то оно не понравится, но оно будет одно для всех. Далее я бы хотел иметь механизм, при котором я могу видоизменить какие-то свойства уже добавленного узла. Например, мне не нравится имя узла. Либо я хочу поменять его параметр сортировки. И так далее. Для этого мне необходим метод, который я назову patch. Но чтобы его описать, мне нужен интерфейс, в котором у меня будет обязательное поле id. У меня не будет children, потому что я не хочу патчить древовидным способом. Но будут все остальные поля, причем они будут необязательные. Давайте это сделаем с помощью TypeScript утилит. Это будет достаточно интересно. Я сейчас это напишу здесь и объясню вам, что я сделал. Как я вам говорил, то мне нужен айдишник в качестве обязательного параметра. Поэтому я говорю, возьми из этого интерфейса поле id. Так как оно тут обязательное, то я ничего больше с ним не произвожу. Далее я хочу к этому всему подклеить необязательные поля. Для этого есть специальная утилита, которая называется partial. Мне нужно получить все остальные поля, кроме айдишника и children. Для этого есть другая утилита, которая называется omit. Здесь я говорю, с какого интерфейса. И говорю, что я хочу убрать отсюда айдишники и убрать отсюда children. Таким образом я получаю новый интерфейс, у которого все поля необязательные, children отсутствуют, а ID остается обязательным. Что я и хотел получить. Отправляемся в сервис и добавляем тут метод патч. Метод патч достаточно простой. Мы принимаем опять сколько хотим патч меню nodes. Вплоть даже 0 штучек. Каждый этот патч может видоизменять только лишь существующую конфигурацию. Новую добавлять не может, так как он не содержит всех обязательных полей. И далее мы не поддерживаем древовидную модификацию. Поэтому children, как бы сказать, не должны быть переданы. Я буду полностью рассчитывать на TypeScript и не буду делать дополнительные проверки прямо в этом методе. Пусть это будет на совести тех, кто использует эти контракты. Скажем, такие маленькие бэкдорчики. Нам осталось добавить еще один интересный механизм. Механизм удаления. Я назову его remove. Приму сюда набор айдишников, который будет массивом строк. Требования тут тоже достаточно просты. Благодаря айдишникам мы можем теперь удалять узлы без потери, без проблем. Если вдруг наш узел перестал ссылаться на корень, то в этом случае мы не должны его передавать в выборку. Мы должны как бы то строить дерево от корня только тех узлов, которые есть в этом дереве. В принципе, мне нравится, что получилось весьма лаконично и будет куда нам расширяться. Мне, как техлиду, нужно предоставить парочку тестов, для того, чтобы было понятно, в каких сценариях и как должно все это работать. В этом видео я покажу первые тесты и в следующем видео мы сделаем максимальное количество тестов для этого класса. Это будет около 13-14 тестов. Создадим теперь спек файл для того, чтобы где-то поместить наши юнит-тесты. Тесты описываются с помощью функции describe, по вторым параметрам функции обратного вызова, в которой будет происходить добавление тестов, либо новых групп тестов. Так как мы будем тестировать меню сервис, нам было бы неплохо его где-то создавать в одном месте. Давайте для этого используем такую функцию, как beforeEach. BeforeEach вызывается каждый раз, когда запускается следующий тест. И в этом месте мы можем создать новенький, свеженький сервис с пустым состоянием. Если бы наш сервис не обладал никаким состоянием, мы бы могли использовать функцию beforeAll и создать необходимый сервис один раз перед всеми тестами. Для того, чтобы им пользоваться снаружи, мне нужно сохранять его в замыкании. Для этого я создам переменную меню сервис, вот тут вот, и его буду наполнять каждый раз, когда тест запускается. Вот таким вот образом. Теперь с помощью describe я могу описать еще одну секцию и в будущем добавить остальные. Describe. Мне на данный момент достаточно описать секцию add node. В принципе, я мог бы описать больше, чем одну секцию, но пока я не пишу всех тестов, возможно, это и не обязательно. Чтобы написать свой первый тест, нам необходимо вызвать другую функцию под названием it. В ней мы будем передавать описание, что за тест мы хотим запустить, и дальше передавать функцию обратного вызова. Давайте добавим описание. Описание достаточно простое, нам необходимо теперь проверить это правило. Сервис у нас есть, вот он вверху. Меню сервис. У него мы можем взять git menu. Теперь надо как-то проверить, заставить наш тестовый фреймворк проверить, что тут действительно вернется массив с определенной длины. Для этого есть специальная функция expect, у которой есть методы для проверки. To have length. И мы скажем, что у нас должна быть длина 0. Тест хороший, замечательный, запустим его. Вы видите, что тест пройден, все хорошо. Пустой сервис вернет массив. Давайте добавим еще новый тест. Я хочу проверить, что узел без связи к корню не должен возвращаться, то есть не будет добавлен к этому массиву. Давайте я добавлю описание. Как вы видите, мы все описали, даже описали ссылочку, чтобы исключить шансы на то, что просто наш узел был вырезан из-за того, что у него не было ссылки. Можем запустить опять все тесты. И мы с вами видим, что теперь два теста пройдено. О чудо, мы не писали абсолютно кода, но на данный момент у нас два успешных теста. Давайте придумаем третий тест. Уже пора бы что-то придумать посложнее. Как вы видите, мы описали этот тест. Сказали, что узел со связью к корню должен быть добавлен. Здесь я указал связь на эту константу, то есть то, что мы с вами объясняли. И мы хотим увидеть хотя бы одну запись, ну точнее одну запись в результате. Можем запустить все тесты. И мы видим, что все-таки один тест не пройден. Все-таки есть проблемы в нашем коде. Тест не прошел и правильно сделал, потому что у нас еще нету кода. Перед тем, как закончить это видео, давайте используем этот сервис в контроллере, чтобы в будущем не возвращаться к этому вопросу. Для этого откроем контроллер, отправимся в конструктор, а его тут нет, поэтому мы его добавим. Заинжектим все. Скажем, что тут мы хотим меню сервис, который будет равен типу данных меню сервис. Таким образом он автоматически к нам попадет. Мы сможем написать, что мы возвращаем this menu service, get menu. И убрать вот эту вот моку. Готово. Мы подключили наш нерабочий сервис, однако который уже возвращает пустой массив. В системе сейчас данных нет, и это правильно, это нормально. Я вот это все закамичу. Все ссылочки прикреплю к этому видео, к описанию. Вы можете всегда под каждым видео найти ссылку на репозитории, скачать их и повторять за мной эти уроки. А в следующем видео нам нужно будет дополнить остальные тесты и начать писать код. Встретимся в следующем видео. Пока.